Честно говоря, волнуетесь ужасно, потому что выступаю на тему, которая не является, собственно, областью моих профессиональных исследований, моих профессиональных интересов. Более того, выступаю с этой темой аудитории, в которой сидят люди, многие из которых знают об этом материале значительно больше, чем я сам. Но, тем не менее, я рискну начать. Итак, мне хотелось бы сказать несколько слов об опыте, о свободе, авторитете и служении в опыте христианского сопротивления 20-го века. Речь пойдет о самых разных кейсах. О кейсах, которые не связаны пространственно, не связаны во времени, кроме того, что все, о чем пойдет речь, имело место в прошедшем столетии и лишь отчаянно нынешнем. Но эти разные образы, эти разные судьбы могут, на мой взгляд, с разным сторон показать единство этой триады, триады свободы, триады служения и авторитета в путях современных христианств. Что вообще характерно для ситуации христианства в 20-м столетии? В свое время Сергей Сергеевич Ременцев посвятил этому вопросу большую и обстоятельную статью для нового издания «Носкопедического словаря христианства». В первую очередь, христианство в 20-м веке оказывается в ситуации, в какой оно не бывало, наверное, со времен поздней античности. Ситуация, когда христианство становится делом самостоятельного, сознательного выбора. Выбора очень ответственного и рискованного. Ситуация, когда сложившаяся симфония, в самом широком смысле этого слова, между государством, народом и религиозностью, церковью, разрушается. Особенно ярко и резко. А это мы наблюдаем, конечно, в высокосоветском Союзе, когда рушится просто весь мир, весь жизненный уклад, разрушается социальная структура и переделывается заново, с огромными жертвами, с огромными травмами. Но не в меньшей мере, в чуть меньшей мере, разумеется. Это относится и к другим европейским странам, к другим европейским обществам. Это Испания. Это в меньшей, конечно, мере, но все же Италия. Это, конечно же, нацистская Германия. Но это и те страны, где, вроде бы, христианство остается, на протяжении долгое время, своим собою, кроме, может быть, последней половины 20-го века, ну, скажем, Польша или Литва, которые берут курс на межвоенный период, на восстановление мононационально-фактических государств, и церковь здесь оказывается в совершенно особой ситуации, в которой она, прежде, в этих странах, дальше практически не будет. Итак, эта ситуация, когда быть христианином, значит совершать осознанные и весьма переслованные ответственные врага. Эта ситуация, когда в доверии к Богу ты осуществляешь свой путь, свое служение Богу и тем, кто находится рядом с тобой. Формы этого служения могут быть самыми различными. Немножко сейчас мы об этих формах поговорим. Единственное, прежде чем мы начнем, собственно, рассмотрение, обсуждение тех условно-говоряк-кейсов, о которых идет речь в сегодняшней лекции, я бы хотел сделать два небольших предупредомедомления. Одно общее теоретическое и философское, другое художественное. Как ни странно, оба они не связаны напрямую с христианством, а связаны с иудаизмом, поскольку философский кейс, связан с работой Генгихта Спинозе, трактат «О усовершенствовании разума», второй с романом замечательного еврейского философа XX века Мартин Бубера «Бог не могу». В трактате «О усовершенствовании разума» Спинозе говорит, обсуждая вопрос о том, как излечить наш человеческий разум и вообще человеческую жизнь от различных болезней. Чем болен человеческий разум? В первую очередь, он является родом страсти. Страсти играют им, как марионеткой. За какую ничку потянешь, то человек переживает, то человек испытывает. Что же может сделать человеческий разум свободы? А как на старую любовь? Но ведь и страсти наши тоже связаны с любовью. Мы любим почести, мы любим наслаждение, мы любим комфорт. И мы боимся все это утравить. И эти наши страсти, таким образом, они играют. Спинозе говорит, вся проблема в том, что те страсти, которые играют в нами, это страсти конечные. В этой любви мы всегда можем дойти до некоторого предела и разочароваться им. Значит, надо любить то, что не может разочаровать. То, что бесконечное, то, что абсолютно. Это Бог. Итак, любовь к Богу освобождает нас от всего и исцеляет нашу жизнь. Мне кажется, этот принцип во многом объясняет тот опыт, который демонстрирует христианство в 20-м столетии. По крайней мере, те герои моей сегодняшней лекции. Второе предупределение, как я уже сказал, скорее художественное, это небольшой текст, которым держится роман Мартина Будера. Сюжет романа сейчас не имеет большой необходимости. А пересказывает одно маленький текст буквально. На самом деле, мне кажется, пишет Будера, что вот этот исторический час жизненно важен не обладанием определенной доктриной, но скорее живое ощущение вечной реальности и ее глубины, с помощью которой нам дается понимание быстро текущего сиюминутного бытия. В этой пустынной ночи нельзя указать никакого пути. Может только помочь людям ждать, приготовив свои души в надежде, что забрежит рассвет, и дорога появится там, где никто не ожидает. Этот образ ночи и ожидания рассвета также проходит ключевой нитью через судьбы и тексты тех людей, о которых сейчас пойдет речь. В какой-то мере этот образ близок и для той ситуации, которую переживает сейчас моя страна. И о чем я сейчас говорить не буду? И о чем желающие могут послушать сегодня вечером в 5 часов на круглом столе поля боев российских КЛИО? Больше сейчас об этом не говорим. Поля боев? Российских КЛИО. Мы поговорим о войнах памяти в современной России. КЛИО. Мода истории. А, походи. Так, самостоятельно. Нажми, пожалуйста. Ну и небольшой общий пиграф к этой лекции. Матка Вольнашча Мудлища за нами. Это часть католической и польской молитвы 17-го, начало 17-го века. О ком пойдет речь? Это мать Мария Скавцова. Это Хельмут Джеймс фон Мольтке. Это Папа Римский, Иоанн 23-й. Это отец Ежи Капелушко, польский католический кциенц. Это отец Станислава Добровольскиц. Это Александр Мень и Наталья Леомидовна Транбург. Люди очень и очень разные. Люди, жившие в Риме, в Москве, в литовской глубинке Паверже, в Варшаве, в Париже, в Верлине, в Нижней Силезии. Безусловно, выбор именно этих людей во многом произвольных субъективен. Конечно, можно говорить здесь о тысячах и тысячах других примерах христианского исповедания. Это запоминание. Настоящего исповедания и политического христианского свидетельства. Но, мне кажется, это как раз те экземпла, примеры, на которых мы можем усвоить что-то весьма важное для нас с вами сейчас. Начнем, пожалуй, действительно с Матери Марии. Я думаю, в этой аудитории не нужно рассказывать о ее биографии, о ее судьбе. Она ей известна. Я хотел бы обратить внимание на одну ее статью, написанную в 1937 году, опубликованную в журнале «Новый град». Статья носит название очень важное для нашего института, для сети нашего института и для моей лекции. Она называется «Отностража свободы». Статья об вот этой великолепной логической структуре, надо сказать. Она начинает с того, что люди, живущие в своей стране, на своей земле, они несут ответственность за свое правительство, за свой народ, за все, что в этой стране происходит. И неважно, согласны ли они с властью, согласны ли они с мнением большинства или не согласны, в любом случае они разделяют эту ответственность. Более того, они прекрасно знают, чем они рискуют, или наоборот, на что они могут надеяться в том или ином случае, в случае того или иного выбора. Ну вот, небольшой текст. Когда люди живут на родной земле, когда они являются гражданами или подданными какого-либо государства, то, будь они в самой крайней оппозиции к его устоям, они продолжают отвечать за него. Иметь какую-либо веру, какое-либо убеждение, какое-либо мнение, будучи внутри некоторой государственной системы, это значит нести последствия этого мнения и убеждения. Если оно совпадает со мнением власти, последствия оказываются положительными. Человек достигает общего признания, возможности осуществлять себя, выявляться, получать богатство, положение и так далее. Если мнение расходится с мнением большинства, то человек несет за это ответственность, против него воздвигаются гонения, он лишается свободы, жизнь его ломается, он может быть даже уничтожен, казнен, извинен ссылками и так далее. Такова жизнь всех, не покинувших свою родину, связанных с ее исторической судьбой. И будь это родина, Россия или Германия, или Испания, или даже Франция, каждый ее гражданин знает, за что его ждут кары, и каковы эти кары, и за что его ждет общий успех и признание. При этом, она говорит дальше, даже умный, смелый, но ответственный человек может десять раз подумать, прежде чем принять участие в крестном коде, если он знает, что за это участие он отправился на сладки. Весьма вероятно, что этот умный и смелый человек, скорее всего, воздерживается от этого участия и лучше посвятит свою жизнь, чем он его другому. Чем потратить ее прямо сейчас, за одну часть в крестном коде. Но эмигранты находятся в другом положении. Еще раз, пожалуйста. Что это значит? В первую очередь, продолжает Мать Мария, это значит свобода. Это значит некое абсолютное выпадение из закономерности, некоторое окончательное освобождение от всякой внешней ответственности, чрезвычайно мучительное и одновременно блаженное пребывание вне влияния власти, общественного мнения, традиций, быта и истории своей страны. Мы как бы теряем весомость, теряем телесность, приобретаем огромную удобоподвижность, легкость, расковываемся, и ни за что, ни перед тем, не отвечаем. Если мы верим, никому до этого нет дела. Если мы не верим, тоже никому до этого нет дела. Если в области политической мы исповедуем те или иные крайние взгляды, это ни на чем не отражается. Мы даже не можем пассивным участием в выборах дать один голос тем, кому мы сочувствуем. Мы почти что тем. Если проводить параллели, это близко к тому образу отрицательной негативной свободы, которую в своей известной работе «Декстов от свободы» прописывает Эрик Фронт. Итак, эта свобода является выпадением из всех связей, в которых человек формировался, в которых он определял самого себя. Но эта свобода, говорит далее мать Мария Анна Скольцова, она является огромным даром, который человек может вынести или не вынести. Который может постараться кому-нибудь поскорее, как можно поскорее от него избавиться, либо же взять его как свой крест и сделать его средством духовного преобразования. Итак, к чему нас привело это полное отсутствие косности, это развоплощенность, это безграничная свобода от всякого внешнего принуждения. В какой мере оказались мы достойны ее? В какой мере мы ее творчески осуществили? И здесь Мария Скольцова, она просто дает некоторый анализ, некоторые характеристики тех уже осуществленных русской эмиграции выборов по Франции, Германии, Сербии. Пожалуйста, что там еще подсвечка? Итак, первая из этих позиций. Ну и говорит она, в самом нашем неблагополучии очень благополучны. Мы вьем гнезда на скале, обреченные обвалом. Мы починили себя духовному мещанству, духовной срединности, тепло-хладности. Это касается всех. Все лишены сейчас подлинного религиозного горения. Все тлеет, все дымит кругом. Далее она говорит о том, что это стремление слить хоть какое-то гнездо, хоть как-то отдохнуть от бедствий, революции, гражданской войны, крушения собственного мира, выстроить хоть какую-то определенность. Оно обречено, потому что мы видим, что Европа постепенно-постепенно занимается пламем новой большой войны. Напоминаю, статья опубликована в 1937 году. Когда это война, приближение этой войны уже ощущается многими. И тем более таким человеком, как мать Мариейского церкви. Далее она говорит о том, что происходит, собственно, в церкви. В тех кругах, которые определяют себя, собственное бытие, собственное существо, через принадлежность к русскому православию. Итак, есть одна группа, говорит она, которая воспринимает православие как некий атрибут своей принадлежности к старой русской государственности. Как некую часть уходящего быта. Как свидетельство о политической благонадежности и о политическом правоверии. В какой-то мере она является нашим церковным общественным мнением. Выдает патент на положенное и запрещенное. Выискивает юридиков. Мечтает о временах, когда вновь светская власть всей своей силой, своего карающего и полицейского аппарата, будет влюсти чистоту православия, а церковь своим духовным авторитетом осуждает антигосударственные направления. Эта группа может приносить большой вред, потому что она активно, обличительно и легко клевещет. Но в конце концов, ее активность вызывает к ней не вражду, а скорее жалость. Если бы у нее была почва под ногами, она бы злала и вешала. Теперь же она только шепчется и клевещет. Надо сказать, что здесь Марк Мария оказалась весьма и весьма прозорливой, поскольку уже в самом начале немецкой покупации Парижа многие из православных иерархов эмиграции действительно постарались использовать оккупационную немецкую власть для того, чтобы расправиться с их точки зрения наименее благонадежными своими единоверцами. В частности, один из таких доносов поступил немецкому коменданту Парижа на саму мать Марии Шкопцовых и Юфандаминского от одного из православных архиереев Парижа. Об этом писала Светлана Майничев в одной из сверхнедавних статей. Другая группа. Иной полюс притяжения для иных сил. Он также находится во вновь образовавшейся церковной группировке. Более, может быть, изысканной и культурной, чем первая. Общим этим обеим группировкам боясь живого взаимоотношения с жизнью, преклонения перед буквой, возведения канонов на уровень богооткровенной истины, вера в непогрешимость того, что полагается, жажда обличать и выискивать ереси. Но в этой второй группе, может быть, из-за более интеллигентного состава ее членов, гораздо сильнее эстетический момент. Начало некого исторического упоения церковным благолепием. Она тоже консервативна, она тоже влияет в устои. Но эти устои несколько длинные, чем у первых. Она не станет воскрешать синодального периода церкви, она стремится к устоям более благолепным и архаическим. Всякий намек до свободы ей чужд. Если она не захотела бы пользоваться мерами государственного принуждения для вразумления инакомыслящих, то это только потому, что она надеется на иной способ вразумления. При помощи самой церковью возжигаемых костров инквизиции. Итак, те две группы русского православия законного, иммигрантского православия, которые здесь описываются, осуществляют отказ от свободы. Первая из них пытается практиковать некоторую верность политической религиозности, на какую они привыкли опираться в дореволюционный период в России, где всякие связаны с опирающими институтами государства. Другая же стремится к некоторому воспроизведению воссозданию на новом месте некоторых институтов полнистрия церковных. Эдакого папа-цезаризма в православном его изводе. В обоих случаях, еще раз повторю, это прямой отрасход свободы. А возможно ли другая оппозиция? Она пишет, если бы вопрос исчерпался наличием только этих двух слоев иммиграции, то вообще о ее судьбе, судьбе иммиграции, не могло бы быть двух мнений. Это значило бы, что в семь мастер русских людей, оказавшихся вне родной почвы, не послана тяжелая ножа свободы, простите, не посильна, тяжелая ножа свободы и безответственности. Свобода сполюдных. Далее тот же самый образ, очень близкий к образу Бугера, в темной пустыне. В темной, холодной ночи, в бездудной пустыне. Человек не знает, на что опереться, и вместо того, чтобы хранить в молчании и взывать в молитве к Богу, всматриваясь в глубину самого себя, человек скорее-скорее конструирует какой-нибудь домик, в котором он поскорее прячется. Будь то это домик некоторого благополучия жизненного, либо это некоторое здание поэтической религиозности, либо это здание вот такой вот карающей церкви, церковно-традиционализма. Итак, но есть ли в эмиграции нечто иное? И каким это иное должно быть? Каким оно должно быть, чтобы эмиграция имела внутренний, духовный смысл, чтобы она оправдала себя? И вот мать Мария Скорцова не утверждает, что такая группа уже существует, хотя, де-факт, представители этой группы знала. Она ставит задачи, которые может и должно реализовать русское эмигрантское церковное общество для того, чтобы этот дар свободы мог быть действительно оправдан, чтобы знание эмиграции получили бы некоторое духовное право. Во-первых, она говорит о том, что этот дар свободы должен быть воспринят целиком и полностью, предельно радикально. Если мы свободы от влияния государства и власти, то достаточно ли мы освобождены от нами самими создаваемого канона убеждений, обычаев и правил? Должна быть какая-то внутренняя катастрофа, какое-то последнее и глубинное обнищание, какое-то стремление к самой беспощадной честности, чтобы человек решился все поставить под сомнение. Отказаться от возможности говорить от Достоевского или Хомякова или Соловьева и стал поговорить только от имени своей совести, от той или иной степени своей любви и своего боговедения. Но как бы ни было трудно сказать обнищавшим людям «нищайте еще!» таково внутреннее веление, данное нам свободой. Все в ее свете кажется малым и случайным, кроме самых страшных вопросов жизни и смерти, Божьей любви и Божьего вмешательства в нашу судьбу. Это первое и главное не дать ни трусости, ни своеобразной эстетикой миросозерцательной устроенности затемнить страшное наше стояние в пустыне перед Богом. В этом смысле мы должны эмигрировать и из этого миросозерцательного благополучия. мы должны открыть нашу душу всем сквознякам и ветрам абсолютным внутри свободы. Это страшный пример. То есть фактически она говорит о том, что мы должны быть в некоторой духовной пустыне и там ввести себя. Это то, что касается внутреннего обновления. А где и как это может быть реализовано в социальной практике в церкви. Мы должны говорить о нам в первую очередь понять тайный смысл того факта, что потеряв нашу земную родину, мы не потеряли родину небесной. Что с нами, среди нас находится церковь. И вся православная церковь целиком. Она не делится по частям на какие-то подцеркви. И в России она целиком. И в эмиграции она целиком. И в каждом приходит целиком. И это единственное место, где нам еще дано осуществлять себя. И единственная работа, которая, несмотря ни на что, удается. И мы знаем, как на лице продавалась мать и Мария, создавшая вот этот свой дом, превратившая свою квартиру в приют для стражащих, для голодных, для утративших всякую надежду. Мы знаем, как это реализовалось в ее ежедневном, практическом и очень тяжелом службе. Богом данная свобода, говорит она, зовет нас к активности и борьбе. И был бы величайшей ложью сказать ищущим душам, идите в церковь, потому что там вы найдете покой. Правда обратно. Она говорит успокоенным и спящим, идите в церковь, потому что там вы почувствуете настоящую тревогу о своих грехах, о своей гибели, о грехах и гибели мира. Там вы почувствуете неутолярный голод о Христовой истине. Там из стекла вы станете пламенными, пламенными, из успокоенных, тревожными, из знающих мудрость вега сего вы станете безумными во Христе. К этому безумию во Христе, к этому дюролству во Христе, вспоминая предшествующую лекцию Елены Ганидовны, зовет нас наша свобода. Свобода призвала нас наперекор всему миру, наперекор не только язычников, но и многим именующим себя христианам. Строить церковное дело именно так, как его всего труднее строить. И так, здесь служение открывается неотъемлемой стороной самой свободы. Это очень важный момент. Причем здесь авторитет, ну, наверное, безусловно, и вере в просто личность Христа, в долгие Христа, в доверие Бога. И здесь он остается единственным авторитетом. Любые другие авторитеты, которые мы знали прежде по своему образованию, по своей прежней жизни, они не снимаются полностью, но они подвергаются по крайней мере вот этому почти как азиатскому сомнению. Если они выдерживают эту проверку, мы опираемся на это. Но мы не вправе догматизировать эту работу. Иначе мы теряем наше 40-е сново. Мы уже договорились, что не будем сейчас пересказывать судьбу, биографию матери Нории. Вы прекрасно знаете, что в 42-м году она была арестована однажды, затем вновь, что затем она попадает в лагерь Ревенсборг. Ревенсборг, я позволил себе вынести сюда на слайд одно небольшое рассуждение, датируемое, скорее всего, осенью 44-го года пребывания в лагере. Только здесь, говорит она, над самой трубой клубы дыма дыма мрачны, а поднявшись ввысь, они превращаются в легкое облако, чтобы затем совсем развеяться в беспредельном пространстве. Так и души наши, оторвавшись от грешной земли, в легком неземном полете уходят в вечность для этой радостной части. И да, действительно, это совершенно невероятный человек, который сохранял верность своей свободе и своему служению, служению Богу и людям до самого последнего момента своей жизни. которая, фактически, переодевшись, обменявшись одеждой с женщиной, которую насмотрщики выбрали для управки в газовую камеру, пошла на смерть вместо нее, имеющих многих детей, которые нуждались в помоги. Вот это один образ. Образ жертвенного живого служения. Образ служения, который не планирует, не продумывает каких-то планов и перспектив, но который отдает всю себя в ежедневных трудах. Вы помните, как она добывала, допустим, деньги для помощи больным, для помощи нуждающимся? Эти деньги вдруг откуда-то всегда находились, где-то появлялись совершенно неожиданным и не запланированным образом. Совершенно длительный пример служения, когда есть постоянный труд, есть постоянный пояс, есть постоянное молитвенное обижательное нагрение, и при этом все каким-то образом осуществляется вплоть до расстреления. Герой другого кейса, он во многом отличен от матери Марии Скорцовой, хотя и есть одна черта, которая их связывает. Они вместе были в одном и том же уровне и погибли практически одно иное. Это Хелимут Джеймс фон Мольтке, немецкий аристократ, внук одного из создателей собственной немецкой империи, барон фон Мольтке, героя франко-фрукской войны. Джеймс фон Мольтке, граф, Джеймс Мольтке. Полчок прекрасное образование юридическое. Жил в Германии, в Южной Африке. В 1934 году он возвращается из Южной Африки в Германию и обнаруживает, собственно говоря, нацист. И обнаруживает нацист. Не принимает его сразу же, но не ведет вроде бы никакой активной борьбы против него. хотя если верить его записям, верить его дневникам, он практически сразу же понимает, что Гитлер ведет Германию к страшной войне, которой Германия обвечена на поражение. И надо готовиться к тем временам, когда немецкому народу и Германии придется каким-то образом преодолевать последствия этой катастрофы. Катастрофы и политические, и социальные, и нарастные кинеми. вероятнее всего, примерно в 1938-1939 годах складывается его идея создания проекта нового устройства в своей стране, Германии. Уже в 1941-1941 годах он, начиная к разработке этого проекта, приглашает, разумеется, нелегально, разумеется, в тайме многих и новых людей. Что это за проект и что это за люди? Собственно говоря, собираются эти люди в его родовом имении, который получил когда-то его директор барон Фомольфе, имение Хресау в Нижней Силезии. До сих пор сохранился в этом доме, где собрался кружок Хресау. Итак, что это за люди? Это представители католического двухаденства, включая и святых епископов. Это баптисты, это деятели СДПГ, СОТАЛГИНОКРАТИЧЕЙ ПАТИ Германии, это финансисты, это юристы, это великолепные экономисты, то есть действительно, это цвет, фактически, оппозиционный нацистам интеллектуальной и интеллектуальной и отчасти политической эрифи Германии. что они делают? Они занимаются детальной разработкой проекта нового устройства страны. Они разрабатывают систему реформ, которые будут необходимы для того, чтобы Германия более или менее и Германия могла превратиться в нормальное человеческое государство, преодолев последствия нацистов. Важно отметить, что в этом проекте Новой Германии огромную роль играют христианские идеи. При этом, опять же, говорят, играются участники Кружка Рейсал в первую очередь на работы Павля Тильвера. Это диагноз очень интересный рост и богослов протестантский, разрабатывавший в то время концепции христианского социализма. Христианского, но социализма. Социализма, но христианского. Сам Джеймс Фон Мойтке пишет меморандум «Малые сообщества», говоря о том, что в Новой Германии огромную роль должно получить местное самоуправление. Причем, в значительной мере, это должно быть самоуправление христианских общей. Как католических, так и литератских. Так и проститантских. В конце 1944 года обсуждается опрос о присоединении кружка Кресао к группе немецких офицеров, планировавших заговоры против Гитлера, планировавших уничтожение Гитлера. Однако Джеймс Фон Мойтке отказался от этого участия, не по причинам чрезвычайного риска, а по причинам того, что убийство Гитлера сделало бы его мучеником и лишило бы участников Кресао и других немецких оппозиционеров просто нравственного основания. Сколько интересного нравственного основания. А это та группа, которая связана с Гитлером? Или это... Нет, нет, нет. Это другие. На самом деле, судя по словам, этих групп было довольно много и поскольку они старались соблюдать строгую конспирацию, они практически ничего не знали друг о друге. Однако, когда одного из участников заговора против Гитлера арестовывают и начинаются допросы, он говорит о существовании кружка Кресао, он называет поедина практически всех его участников, участников этого кружка. Большинство из них расстрелируют, остальные получают значительные строки. Сам Хельмут фон Мольтке, Хельмут Джеймс фон Мольтке оказывается приведен на суд. Его осуждают официальному формулировкой судебного приговора за за недонесение. Поскольку он знал о том, что он не сообщил. То есть это пренебрежение должно стоять полномочия. По-моему, так было формировано. Можно сейчас? Уже после приговора он пишет в последнем письме жене следующее. Я предстал перед судом как христианин и ничего более. Третий рынок расправляется с нами за то, что мы обсуждали вопросы практических и этических требований христианства. Ничего более. И за это одно мы обсуждены. Надо связать, что несмотря на гибель большинства членов кружка Крысалов, тот проект, который был действительно в детали разработан, после войны входит в программные положения христианского демократического союза и значительнее становится основанием для лучших демократических и христианств на мере преобразования в стране. Это тот пример служения своему обществу, своему народу, для которого совершенно другие люди, чем мать Мария Собцова. Они не бегали с тележками по рынку, собирая деду для нужда этих. Они сидели в своем умении, они разрабатывали планы, они собирались на квартире. Но и это тоже, на мой взгляд, очень важный для 20-го столетия опыт христианского сопротивления. Это люди, которые не пошли на сотрудничество дьявола. Поскольку в 20-м веке этот дьявол, вспомним Галлический еще раз сочеток, действует весьма разными способами. Способы незагласия, способы сопротивления тоже могут быть весьма различными. Ну, а крысауу можно сказать еще две фразы. Когда в 89-м году предближалась обмене Германии, когда социалистический мир шатался, когда никто не знал, что будет дальше, а именно в крысау, ну и тогда в, конечно, польской пашизоре, нижней селези, в такой комнате, отошла от Польши по результатам, во второй мировой войне, претензии. Именно в Кшижоре Крысау произошла встреча Гермута Поля и тогдашнего лидера Польской республики. Именно там был заключен договор о том, что послевоенные границы между Германией и Польшей не подтверждат какому-либо претензию, что Германия не предъявляет Польшу каких-либо территориальных претензий, ну и сперпор именно в Кшижоре Крысау действует центр диалога и примирения герой. Там проводятся регулярные конференции, регулярные студенческие семинары, направлены действительно на примирение комплектов памяти в герой. Ну не только в герой. Еще один герой моей сегодняшней лекции. Человек непохожий ни на Джеймсов Морте, ни на Мария Скорцова и в то же время невероятным образом похожий на него. Это Папа Второго Ватиканского Собора. Это Анжела Джузеппе Ранкальни с 1958 по 1963 годы Папа Римский Ян 23. Нужно ли говорить о его биографии? Да? Ну хорошо, тогда совсем совсем тратейка. Он происходил из сна и сна бедной семьи. Четвертый ребенок из 11 в семье. Получил духовное образование. Уже 18 лет, судя по записи его дневника, он выбирает свой собственный путь. христианства. Этот путь вроде бы вполне традиционный. Традиционный. Путь имитации христии. Подражание христианству. Путь вполне традиционный для, в общем-то, католической духовности, во многом, но Анжела Джованни Ранкалья этим путем шел до самой своей смерти весьма весьма воскресенье. Не сказать, чтобы он делал какую-то стремительную церковную карьеру, но в белой он становится бабской муницией в Болгарии, затем в Турции и одновременно в Греции, в Афинах. Он так вот путешествовал на протяжении долгого времени 41-го по 44-й годы из Анкары в Афину, примеряя эти две весьма и весьма. Эти два, в общем-то, достаточно враждебно друг к другу относящиеся народа. А затем в 44-м году он оказывается в Париже, ну а в 58-м году, как я уже сказал, он избирается папой Лимским. Причем это избрание было во многом неожиданным для всех. Как пишет Ханна Арен в подсвеченном ему почерке в своей книге «Люги в темные времена», хотели выбрать самого удобного и подавливого, а выбрали самого отважного. Ну да, никто не ожидал того, что произойдет после избрания Анжелы Джузеппе тваранками, а римским папой. Он пишет о себе цитаты из его дневника, что принял свое служение в чистом послушании воле Господа, сообщенное мне в голосе коллеги-кардиналов. То есть, голос коллеги-кардиналов, которые вовсе не собирались избрать его папой, он воспринимает как эдакую медиацию самого гласа Господня, который призывает его к высшему служению. Его привычное смирение перед Богом, пишет его секретарь, и ясно, овшелобляюще ясно, сознание собственной ценности перед людьми. Вот что поражало тех, кто оказался рядом с ним. Ассаму пишет, что это избрание было совершенно неожиданно для него самого, а взволновало его и встревожило ужасно. Несколько дней подряд он не мог заснуть, пока однажды он ночью не сказал, Джаванни, не относитесь к себе слишком серьезно. И после этого спал с нами. Не относитесь к себе слишком серьезно. Когда смотришь материалы связанные с этим человеком, когда читаешь его дневники, когда читаешь воспоминания о нем, поражаешься тому, что вот этому странному сочетанию, с одной стороны, этот человек целиком и полностью посвящает себя служению. Целиком, без остатка. Но, с другой стороны, именно это служение дает ему какую-то совершенно невероятную свободу. Свободу от протокола. Когда он, допустим, гуляет в павском саду, и служители говорят ему, ваше присвященство, вам нельзя так часто показываться перед людьми. Он отвечает, позвольте, разве я делаю что-то непристойно? Почему нельзя? некоторые из его фраз и поступков оказываются почти анекдотичными. Например, опять же, то, что приводит Ханна Арен, а как-то раз, в водяках пришла в руку водопроводчиков что-то чмит. Кто-то из водопроводчиков то ли батарею уронил на своему товарищу, то ли что-то еще. Ну и реакция следует обычной для любых водопроводчиков в Италии, России, Украине. Начинается яркая, пламенная, красивая тирада с погнанием всех членов святого семейства и так далее. Папа выходит к водопроводчикам и говорит очень вежливо и тактично. Ну что, ну зачем столько издержанств? Разве нельзя сказать, как говорим все всегда? Нафига. Вот. Ну это анекдоты, конечно, да? Но анекдоты весьма показательны, значимы здесь. Это дает невероятное ощущение свободы. Почему я говорил о том, что он во многом близок к, вот именно личностно, к матери Марии Скобцову. Это принципиальная открытость будущего. Вот Оксана много говорила о проектах истории, о том, как человек встраивает себя в будущее, да? Здесь мы имеем дело с такой ситуацией, когда будущее оказывается свободным и открытым. Он пишет следующее. ни в коем случае не следует заботиться обобщем. Ни с кем не говорить о нем с легковесной уверенностью. И при этом ни в коем случае не следует потворствовать злу в надежде, что этим потворствованием злу ты сможешь кому-нибудь принести пользу. Ты не знаешь, что будет дальше. Но ты отвечаешь перед Богом за мотивы своих поступков и решений, которые принимаешь здесь и сейчас. Что будет, ты не знаешь. Но ты волен сейчас, вот в этом выборе, в этой ситуации. Несколько еще моментов буквально, связанных с этим человеком. Отношения Иоанна Павлова и евреев. Еще, будучи павловским индуцием в Антаре, в Турции, он спасает более двухсот еврейских детей, бежавших в Турцию, нашедших себе бежит, приверживших в Турции, бежавших из Европы. Представители гранцинской Германии в Турции требуют, чтобы этих детей отправили в Европу в Ноги. Анджела Джованни Ронкале прилагает все усилия, чтобы этих детей не отправляли, не допустили этой эгородной протекции. Фактически действительно спасаем их. Хотя он сомневается в том, что сделать ли он все возможное в этой ситуации? Нельзя ли было еще как-то спасти большее их число в крайнем? В июне 1941 года, когда посол Германии в Турции Франц фон Папен требует от него, чтобы он использовал все свое влияние на Ватикан для того, чтобы Римская Церковь одобрила вступление в Германию в войну с Советским Союзом, нападение в Советский Союз, тот отвечает, а что мне сказать о миллионах евреев, которых ваши заотечественники убивают в Польше и Германии? Еще одна замечательная сцена, когда в 1958 году новый свеченный Папа Иоанн 23 дает первую агенцию еврейской делегации, он раскрывает руки и говорит «Здравствуйте, я брат вашего Иосифа». Совершенно вчитывающая сцена, он приветствует Иосиф, которым Иосиф в Египте приветствовал своим братьям. Это не отдельная фраза, а потом в документах Второго Ватиканского Собора Дан и Я делается все возможное для того, чтобы преодолеть этот конфликт между евреем и христианством, для того, чтобы некоторым образом испросить прощение за весь антисемтизм, который поддерживался церковью на протяжении столетий. Необходимо понять, что король христианства иудаизма. И без признания этого христианин не может быть христианином. Пару слов буквально об отношениях к иным христианским исповеданиям. Иоанн 23 прилагает огромные усилия для того, чтобы и православная церковь, и некоторые протестантские динаминации приняли хотя бы некоторое участие во Втором Ватиканском Соборе, чтобы этот Собор действительно по возможности приближался к Собору Вселенной 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 Вселенной. В какой мере это удалось мы сейчас не будем обсуждать, но значимо то, что в своих проповедях, в своих обращениях он много раз повторяет о том, что и православные, и протестанты такие же дети господи как и готовы. Это братья нашей Христии. Пару слов буквально о социальной политике, да? Действительно, совсем совсем немного. И до него, разумеется, лимские папы в 20-м столетии много говорили о необходимости обращаться к рабочим, о необходимости каким-то образом влиять на трудовое законодательство и прочее, но пожалуй никто до Иоанна 23 не делал это действительно практически отношение даже к сотрудникам Ватикана. Ну, элементарный пример. Он спрашивает одного сотрудника как ему живется, плохо ваше преосвященство, говорит он, зарплата совершенно нищенская, дети, которые справляют от голода и вообще как марк. Вот. Ну, что-нибудь с этим сделаем, говорит он. И вообще, я здесь не просто ваше преосвященство это упало. И действительно, он, начиная работу, совещание с казначейством, узнает, что для того, чтобы повысить зарплату рабочим, необходимо сократить расходы на благотворительность, но что-то говорит он, значит, сократим расходы на благотворительность. Справедливость скажем. Он посещает тюрьмы, он беседует с заключенными, и так далее. Он умирает очень рано, как мы знаем. Ну, как рано? Он был достаточно пожилым человеком, конечно, но умирает уже на пятый год после своего избрания и на, какой получается, второй год работы Второго Ватиканского собора. Не завершив его, разумеется, как мы прекрасно знаем. Умирая тот рак желудка в мучительном страдании, но здесь стоит, наверное, проговорить его последние слова. В любой день хорошо родиться и в любой день хорошо родить. Ну, вот еще один пример христианского подвига, христианского служения. Почему я включил рассказ о Иоанне в 23-м свою маленькую лекцию об опыте христианского сопротивления? Потому что это человек, который рискует идти на свой страх и вести. Руководствовав только своей судьбой. В простоте христианства и в послухании христианства. Человек, который не планирует вроде великих преодолеваний, но совершает их рейтинг. Вот еще один пример христианского служения. Можно много говорить о сопротивлении в Польше, в Польской народной республике во второй половине 20-го века. Я здесь избрал лишь одного. Один пример это Ежи-Попилушка. Отец Ежи-Попилушка. Он родился уже после войны в 1947 году. О биографии я его долго говорить сейчас не буду. Ну, нормальная жизнь мальчика из католической семьи польской. Рано поступает в духовные семинарии, идет в армию, причем в ту часть, которая существовала тогда в Польской народной республике, специально для готовящихся к принятию священнического сана. После армии возвращается и заканчивается духовное образование, рукополагается в диакон, а затем в священнике. Это все важно, но важнее другое. В 1979 году он делает свой выбор. Начинает то, что сам называл пастырским душепопечением баррикад. Когда до 1979 года польская солидарность действует через просоюзное объединение, начинает фактически борьбу против режима Ерузейского, борьбу за мощную программу демократических реформ в Польше. А сейчас я же как-то немножко активнейшим образом выступаю на стороне митингующих. И когда в 1980 году начинается стачка польских металлургов, имена отца Леры Поперушка, кардинал Вышинский, рекомендуют для того, чтобы служить месту на занятом центральным металлургом заводе Баршара. Я приведу просто несколько высказываний этого замечательного человека. Я не в состоянии, говорит он, запереть свое священство в храмовых стенах. Работа священника это в определенном смысле продолжение деятельности Христа. Священник избирается из народа и для народа рукополагается, чтобы служить ему. Поэтому долг священнослужителя быть всегда с народом в часть радости и горя. Обязанность священника быть с народом, когда он больше всего в нем нуждается. При этом важно, что служение отца ежи Попелушка не было простым политическим активизмом. Это было действительно стреление служить христианским тем людям той части своей пасхы, которая в этой поддержке нуждается сейчас более всего. Которая более всего действует сейчас. Страшно ли тебе, спрашиваю я очень часто. Самое большое, говорю, что мне могут сделать, это убить. И добавляю, у меня нет ни жены, ни детей, никому ничего не угрожает. И если я буду убит, то за мои поступки. Может ли что-нибудь быть прекрасней этого? Да, по-человечески я боюсь. Но если вы верите в Христа, то знаете о существовании иного измерения за пределами страха. Арест, пытка, даже сама смерть не знаменует собой окончание истории. Иснователь вас этой истории. За четыре года с 80-го по 84-й отец Ежи-Попелушка приобретает огромную известность и огромный авторитет Польки. Его начинают бояться. Неоднократно польские спецслужбы организуют провокации, пытаются арестовать его. В его дом подкидывают оружие и печатные машинки с самой разной провокационной литературой. Якобы он призывал к воруженному восстанию и прочее. О, господа, вы погорячили. Здесь преувеличили, сказал он, прочитав протокол обыска. И, наконец, 19-го октября 84-го года трое сотрудников польских спецслужб подправляют КГБ, а ночью хватают его и после долгих уток убегают. Труп был брошен по глису, через несколько дней вы знаете. В 2006-м году отец «Ежи-копырушка» был верифицирован, но мне хотелось бы сейчас привести стихотворение, написанное за министик коллег для берификации Сергеем Сергеевичем Кавельцем. «Память всех отца Ежи-копырушка». Стихотворение, которое я вообще хотел бы сделать своего рода эпиграфом и ничего и может быть, стержневой нитью, сонной нитью в этой своей маленькой лекции. В мглах нелюдимых перед рассветом вежды казнивых тронуты светом. Подвига бранна явлена знамя, гвязда заранная, мудрящая за нами. Вежут гробы верных могилы, что глубже злобы сильнее силы, дрогнувшей ночью бьет в очи знамя, матковой ночью мудрящая знамя. Это вращение к материи свободы, матковая ночь чая. Наверное, является одной из ключевых интонаций проповеди отца и отца. Еще один католический священник, монах венедиктинец, Станислав Добровольский литовец, ну, видимо, здесь необходимо сказать немножко все-таки о его судьбе, о его жизни, совсем-совсем кратенько. Сколько это? Сколько человек? Сколько человек? Совсем-совсем кратенько. Но все-таки об этом человеке стоит сказать. его роль в истории христианства последних полувека для Литвы и для России переоценить на самом деле очень трудно. О нем пишут с огромным уважением и благодарностью Наталья Леонидова Траудерк, Яков Кротов, отец Владимир Зелинский на встречах с ним и многие-многие другие люди. Немножко биография последнего. Он родился в 1918 году. Перед 1939 годом он уже успевает получить образование, духовное образование. Он должен был продолжать учебу во Франции, однако в условиях оккупации он остается в Литве, всю войну служит в Каннусе и Фильмсе, а сразу после войны он арестовывается и отправляется в лагерь в комиссисе работать на угольных шахтах. По свидетельству тех, кто сидел с ним вместе, он совершенно осознанно и прямо выбирает самые трудные работы. Он действительно монашеский христианский подпор. Он помогает заключенным, он беседует с ними, он делится с ними хлебом и по свидетельству тех, кто опять сидел с ним рядом, он регулярно служит месту на нарах он ушла. Неоднократно подвергается самым разным наказаниям за это, все их мужественно выносят и в 55-м году собакается и возвращается в Литву, но не наружу. Уже через несколько месяцев после этого освобождения он арестовывается снова и еще полтора года проводит то же самое наряд. Такая была странная крышевская политика, когда сперва реабилитировали, а потом священник, как по крайней мере, основной стороны. По свидетельству, по воспоминаниям самого Станислава Добровольский, этот последний арест был самым трудом связан с наибольшим числом издевательств и испытаний. После ареста он возвращается в Литву, его перебрасывают периодически из одного городка в другой городок, из одного села в другой села. Он ведет, ну, разумеется, ему запрещено служить. Ну, что он делает? Он служит. Он служит. Где-то в своем доме принимает просто те, кто приходит к нему за духовной помощью. Он работает. В одном из городков он просто взялся расчистить городские мостовые, затянутые грязью, прочистить систему водосточных каналов. Вот так вот каждый день уходит на работу чистить городскую канализацию. А местные жители приносят помещение уникальность. И так из-за днях. В конце концов, в начале 70-х годов его перебрасывают в совершенно дальний хутор за Каунусом, в окрестинстве Каунуса Побяржля. Два домишка буквально, заброшенное кладбище, разрушенная часовня. И вот этот хутор становится его домом вплоть до 2005-го года, до его смерти. он восстанавливает часовню, он приводит в порядок кладбище, и этот его дом становится центром для паломников со всей Литвы. Он принимает всех. Одна из частей его служения будет всегда дома. И делает так, чтобы это место становилось домом для каждого, кто туда приходит. Владимир Селинский в своих воспоминаниях пишет о том, что когда он во второй раз решил приехать к отцу Станисовасу, по-моему, в 83-м году, здесь я могу ошибаться, 83-й или 84-й, он пишет о том, что я поехал на край света точно зная, что я еду в то место, где меня всегда готовы принять. меня почти незнакомого человека всегда в Литвы. Ну и так действительно происходит. К нему приносят со всей Литвы скульптуры, иконы, священческие облачения. Он их чистит, подновляет, штопает. Они хранятся у него дома. Более того, ему приносят со всех концов старые медные сковородки и чайники. Он их начищает до плеска, и из них свои маленькие кузницы делают еще раз, желтни, пожалуйста, вот такие кресты-солнышки. Каждый день за эти годы им были изготовлены многие-многие тысячи таких традиционных литовских крестов, которые он дарит каждому, кто к нему приходит. Это его труд. Это одна из сторон его комплека, одна из сторон его служения. О нем говорят как о совершенно невероятном проповеднике. Тот же самый Владимир Зинцев пишет о том, что он в своей жизни произнес несколько сотен проповедей, но то, что он слышал от отца Станислава, не идет ни в какое сравнение с тем, что он говорил когда-либо сам, я имел честь слушать отца Владимира Рима, верю вас в это невероятно совершенно. или слышать как-то отководивающее. Когда отец Станислав молился о преосуществлении святых дорог, в его полости, пишет Владимир Зеленский, слышалась такая надежда и такая мольба, что становилось ясно, ты присутствуешь вот сейчас при осуществлении настоящего человека. И вот это ощущение живого чуда, оно отзывом тех, кто был жертвен отцом Станислава, наполняло всю его жизнь и становилось частью жизни тех, кто был садовским. Вот еще один пример совершенно невероятный с таинственной службы. Обратите внимание, что отец Станислава, в отличие от того же Ежба, Белушка и многих других людей, о которых можно было говорить, он вообще не вел никакой политической торьбы. Он не занимался сопротивлением в том смысле, в каком мы привыкли вкладывать в это слово. Тем не менее, это было сопротивление настоящее, тем не менее. Он прекрасно знал, что за ним постоянно следит к зеркану. Он знал, что его дом наполнен подслушивающими устройствами. Поэтому в стенах своего дома он никогда не произнесет ламики. называя приходящих родителей, которые, как раз вы знаете, это отец Александр имеет сын еврейских родителей. Он проповедует тем, кто не был воспитан в церкви. И его проповедь оказывается невероятно сильной и тяжелой. Он вел по образованию оказывается. Вот, наверное, на этом, поскольку нам стыдно отрывать на тренинг акцент, наверное, закончим свою реакцию. Что мы можем сказать в качестве некоторого вывода? Обыд этих людей, о которых я сейчас сказал, он не поддается генерализации, не поддается обобщению. Любое обобщение здесь было бы чревато опошляющим схематизмом, абстрактированным. Этот опыт ценен именно как опыт живых людей, которые на свой страх и риск в ситуации совершенно свободы и неопределенности тропят свой путь через ночь тела и надежные были в России. Мне кажется, что этот опыт чем-то очень глубоким и живым отзывается и перекликается с той ситуацией, в которой находимся сейчас мы с вами на этом видимся. Спасибо. Если есть вопросы, я буду про это ответить. перерывы и задержать. Продолжение следует... Продолжение следует...